И так приветствую дорогие зрители, наконец-то прошло 2 недели и вышел Форест. Ну что ж, собственно есть несколько интересных новостей об этой игре. Не знаю считать их хорошими или плохими. Пожалуй это и хорошие и плохие новости одновременно. Во-первых, игра в апреле выходит из альфы в бета-версию. То есть в апреле она уже станет не там 0.70 с гаком, а версия 1.0. То есть это можно сказать хорошо. А плохо то, что разработчики теперь не будут делать вот эти мелкие патчики, где можно посмотреть и пощупать, что они вообще творят с этой игрой. Вот, так что теперь патчи будут выходить в лучшем случае раз в несколько месяцев. Они будут туда что-то добавлять. Причем добавлять, судя по описаниям, довольно-таки много. Да блин, ну вот я только загрузилась. Откуда? Паразиты. Ладно, короче, добавлять они будут очень-очень много. Сука, как ты туда попал, блин? Блин, вот что? Хотела бы я знать, как вы сюда залазите, сволота, блин. Вот из-за тебя поломаю себе забор, блин, сволотень. Ой, короче, патчи будут выходить реже значительно. Сука, как вы сюда попадаете, а? Вот, и игру мы теперь не будем видеть еще, наверное, ну вот, ближайший патч. Они написали, что будет до апреля, в апреле месяце, короче, когда игра уже выйдет в бету. Игра, кстати, подрастет в цене. Сейчас она стоит 14.99, когда она выйдет, будет стоить 19.99, так что ловите монет. Хотя все равно уже не сэкономите, потому что, когда, допустим, я ее покупала, она стоила 9.99, по-моему. Ну, блин. Надо было покупать, когда она была дешевая. Ладно, собственно, о чем суть до дела. Сейчас мы пожарим аборигена. Где-то тут мой телефон, надо его положить поудобнее. Так, кооператив. Улучшена синхронизация необходимых строительных материалов в больших количествах. Ну, то есть, когда вы там что-то, ну, реально гигантское строите, теперь будет более корректно, что ли, оно отображаться. Потому что, когда оно отображалось, тогда некорректно. О, аж два сразу, какая прелесть. Не, подожди, ты ее перезаряжаешь. А ты аборигена-то взять можешь? О. Так, шапки теперь доступны не на всех персонажах. Это, наверное, кооператив. Ну, насчет шапок, потому что в сингле... Я не знаю, есть ли на нем шапка, потому что здесь нету зеркала, чтобы отражение посмотреть. Да какая нахрен разница. Вот, короче, кого-то оставили без шапки. Наверное, на лысого негра, как обычно. Новые текстуры штанов. Тоже стопудов в кооперативе. Правда, я не представляю, как может кто-то, играя, разглядывать штаны на другом персонаже. Улучшены текстуры краски и крови на одежде. При попытке вступить в полное лобби, теперь будет выбрасывать в обратно в браузер, ну, в меню игры, и отображать соответствующую запись, мол. Лобби переполнено, и идите нахрен отсюда. Че там еще? Пещеры. Обновлена пятая пещера. Я вот сколько играю, так все-таки и не выучила, где пещера, какого номера. Потому что, ну, блин. Честно, никогда не понимала, на кой хер они их нумеруют. Потому что можно просто написать, там, пещера, блин. Как это писать-то, собственно. Ну да, вообще-то проще по номерам. Но тогда, получается, они нумеруют просто каждый вход в пещеру, а надо именовать сами пещеры. Потому что пещер здесь вообще не пять, а четыре, по-моему, или три даже. Просто они очень большие. Ты помрешь, мне тебя снять вообще-то надо. Так, давай сюда, дружок. Внешний вид. Обновлено меню слотов сохранения. Кстати, да, они обновили это меню, но теперь просто полосочку. Ну, это, в линию. Ай, господи, улучшено. Саженцы, кустов и прочие растения рубятся быстрее с помощью мачете. То есть, они, походу, вернули, что от топора два раза нужно ударить, чтобы срубить куст, а мачете один раз. Не знаю, меня устраивало, как раньше было. Улучшена анимация набора воды в бурдюк. Стрелы и копья теперь могут пролетать сквозь забор из костей и палок. Ну, раньше, кто не в курсе, забор из костей и палок вообще был сплошным по текстуре. И через него ничего не пролетало, ни с одной, ни с другой стороны. А теперь они сделали так, чтобы он, ну, как сетка, короче, был. Так, сейчас посмотрим насчет анимации. Так нет анимации наборов, бурдюк. То, что он его держит по-другому, это как-то маленькая не анимация ни хрена. Эх, накололи. Так, мне надо, что, мне надо нарубить еще пять бревен? А, у меня полная? Надо же. Короче, нарубить пять бревен надо. Закончить ловушку. Ну, че ты сел-то? А, и грохнуть еще одного оленя, чтобы сделать красивую лавочку наверху. И было бы неплохо еще здесь подремонтировать заборку с этих... Долбоклюев. Иконка взаимодействия отключена при управлении санями. А, это, типа, с другими объектами взаимодействия, что ли? Ну, ладно. Однотипные иконки теперь будут группироваться, когда далеко от вас. А, то есть, теперь не нужно убирать, допустим, целую деревню строишь, не надо убирать все иконки, кроме одной, чтобы они там кучкой не отображались. Ну, блин, тоже хорошо. Так, подожди, а у меня здесь где-то санки были, куда они делись? Да, действительно, однотипные иконки, они группируются. Но это удобно. Это удобно, я вам скажу. Теперь невозможно построить большие объекты на плоту и под лестницей. Увеличено необходимое расстояние для установки катапульты. Должно оставаться место сзади, чтобы туда мог спокойно и свободно зайти игрок. Ягоды на кустах теперь можно увидеть только вплотную, подойдя к кусту. Но это хорошо, потому что так идешь, идешь, видишь кустик, о, синими ягодами подходишь, а ягод-то нет. Ты бегаешь, как идиот от куста к кусту, думаешь, где же бы пожрать-то, а? Так, исправлено. Ой, блин, тут целый спицок огромных исправлений. Ну чё, руби давай. Динамит автоматически зажигался при его добавлении в катапульту. Ну, теперь не будет. Ты, блин, срубишь, нет. Пещеры некорректно загружались на очень старых файлах сохранения. Так, он там хоть ничего не сломал. Тут только дерево длинное. Опять бревен с дерева. Ну да, они очень высокие. Эй, блин, чё за Гринпис пришёл? Вот же козлы. Ну, херного. Кстати, изменили маленько этот... Ну, короче, мишень. Она другую текстуру имела. Сейчас её получше сделали и поменяли. Ну, не весь бог какое изменение, но вот она стала немножко по-другому выглядеть. Так, чё там дальше? Динамит тух при попадании в воду, не давая возможности получить одно из достижений в стим. Одно из достижений в стим – это ловить рыбу динамитом. Давайте, давайте, валите отсюда. Так, исправлено поддёргивание камеры при перемещении во время открытия или закрытия книги. Ну, не знаю, у меня почему-то камера никогда не дёргалась. Если дёргалась, то я этого даже не замечала, походу. Исправлена... Исправлена неправильная анимация экипировки оружия, когда игрок замёрз. Игрок мог поставить игру на паузу во время экрана загрузки и катсцены крушения самолёта. Исправлено позиционирование иконок на некоторых структурах. Тихо, знать бы ещё, что это значит. Наверное, проще стало подойти и там сохраниться и т.д. Ну, хорошо, ладно, окей. Бла-бла-бла. Исправлено неправильный масштаб палок при их выбрасывании. Гуси иногда плавали над водой. Ну, хорошо, что исправили. Хотя, по-моему, они это в каком-то обновлении уже исправляли. В теле босса не оставалось попавших в него стрел. Не все костяные стрелы отображались в инвентаре. О, на это жалоб я много слышала насчёт костяных стрел и не отображения их в инвентаре. Так, у меня там, кстати, ещё по лекарствам-то и пожратве. Пять, 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 ад. Тут всё, пять, чё? Моё любимое место для сбора травы. Вот, запоминайте, кто там новичок и не знает, где собирать травы. Ну, траву, это которая там лечебная, не очень, не ядовитая и т.д. Вот на этом месте обычно её больше всего растёт. Здесь и пожрать много чего, типа там ягод и т.д. есть. И вот этот уголок, вот эта рощица, здесь обычно можно найти алоэ. Одно из немногих мест на острове, где можно найти алоэ и хиноцею. Вот, здесь просто вот, ну, конечно, оно рандомно вырастает, но вот сам факт того, что именно на этом куске, вот, где тут карта, именно на этом куске, вот, где там красная эта фиговинка, то здесь больше всего можно найти целебные травы. Так что если надо, там и растить, и там семечек набрать, то вот сюда идите всегда. Здесь такая маленькая туземная деревня, но здесь обычно никого не бывает, так что тотемы порушить, там озерцо есть, там всегда рыба плавает. Здесь можно, кстати, типа временные базы обосновать, хотя туземцы будут приходить сюда постоянно. Даже мутанты с удовольствием придут. Просто можно отжать у них это, огородить деревьями вот этой вот рощицей, и ладно, сделать её своей. Так, что там ещё было добавлено? Исправлена намотанная на оружие ткань. Она не отображалась, но оружие можно было поджечь. Окей. Так, это дальше чётко надо. Вот в пещеру. Так, у меня там надо было алкоголя множко найти. Множко и немножко. Здесь обычно куча алкоголя раньше валялась. Тут, видать, алкаши базировались. Хотя нет, если бы тут базировались алкаши, то они бы здесь всё выпили. Вот, ну вот, короче, раньше здесь было очень много в старых версиях игры бутылок с алкоголем, а сейчас чё-то нет, ни черта. Нет. Да, блядь, вот жирь. Сука. Отлично. Глюки наши, всё. И в этот раз эти глюки помогли мне с охотой. Спасибо. Ай, ладно. Черепахи не всегда можно было подобрать. Бонусные стрелы не были заряжены в современный лук после их объединения в инвентаре. Чё-то темно. Блин, опять эти полоски с этим монитором уже чё только не делала, чтобы от них избавиться. Где-то мой факел. Вот, блин, всё равно ж не добавляется. Ну, как так-то? Уже без алкоголя быстро потухать. Чё, уже вечереть начала? Да, действительно. Ну ладно, начало так начало. Пойдём туда сплавим самолетом. Слава богу, в этом пруду крокодилы не водятся. Брысь отсюда, мерзкий кролик. Так, ладно, вернёмся к нашим баранам, пока тут займёмся плаванием. Так, добавленная в кастрюлю голова не имела глазных яблок. Это когда туземцев варили. Пляжный реквизит мог заспауниться у вас в хижине, если она была построена на берегу. А зачем убрали? Было ж это удобно. Некоторые и строили там, где вот палатка есть для сохранения с хижиной. То есть там как бы шмотки уже сразу были. Чем плохо-то? Так, кастрюля и прочие предметы появлялись в руке при их подборе, когда вы ели мясо. Ключ-карта падала после открытия двери. Ну, хорошо, пусть падала. Она же там больше нигде не нужна. Её только один раз применяешь, и всё. И она падает, когда сам бункер открываешь. Больше ж её нигде не применяешь. Чтобы лифт открыть и следующую локацию, это карта от этого... От той стрёмной химеры, которая Мэггер. Ловушка с днём рождения не требовала верёвку. Теперь требует. Исправлены невидимые текстурные стены на дне кратера, в которых игрок мог застрять. Блин, вот сколько играла, ни разу в этих стенах не застревала. Я там проваливалась пару раз между камней. Но я бы не сказал, что там застревала. Там маленько попрыгаешь и... Слышь ты, блин! Мудак, отстань от меня. Так, чё там ещё было? Птицы могли садиться на уже разрушенные постройки. Это постоянно. Только это уже... Блях, а в каком-то обновлении её фиксили, разве нет? По-моему, фиксили. Блядь, черти полосатые. Отъебись. Блядь, дверь закройся. Это ты ж ёпаный врод. Так, надо сейчас быренько починить всё, что они мне тут поломали. Эй, хоряй мне ломать там это... Забор, придурки. Блин, такое ощущение, что он прям рядышком. Но на самом деле-то они снаружи. А, не, забежал! Рано. На чём мы там остановились? А, так. Птицы могли уже садиться на уже разрушенные постройки. Аборигены могли выжить после попадания в ловушки. Невозможно было использовать зажигалку-фонарь, неся мёртвое тело. Исправлена возможность построить дом на дереве... На большом мёртвом дереве. Ну, это типа дерево мутантов. А, блин, блин, блин. Так, таким образом вы создавали прямой путь под текстурой земли. То есть, ну, строя там дом, вы, короче, проваливались под землю. Не, ну это было как бы... О, блин, их уже пять. Что-то вы быстро раньше же вроде... Столько не было, ладно. Так, это мясо надо повесить, пока оно не протухло. Да, теперь найди свободное место, куда его можно повесить на старом образце сушилки. А, есть. С. Так, ещё место. Да, вот не зря эти старые образцы сушилки убрали. Потому что пока повесишь, пока найдёшь этот... Этот пиксель... Ладно, вернёмся к нашим баранам. Игрок мог подбирать брёвна, находясь в воздухе. Исправление в кооперативе. Финальный босс не реагировал на атаки огнём от клиента. Исправлено исчезновение акул после убийства их у клиентов. На игроках, находящихся внутри яхты, можно было заметить брызги воды. А вот это зачем убрали? Непонятненько. Наоборот же, ну как бы всё логично. Они пока на яхту добрались, они плавали. Они должны быть мокрыми. Чё не так? Логика соблюдена. Так, чё там дальше было? В конце игры босс... Босс... Фу ты, блин. В конце игры босс мог не появиться вовсе, если клиент зашёл в режим игры в одиночку. Наверное, в одиночный режим после сохранения возле босса. Ладно. Прочее. При поджигании молотого либо динамита, держа в руках фонарик, будет автоматически выбираться зажигалка, а фонарик убираться. Ну, хорошо, чё. Так, подожди. Куда я прусь? Так, вот там вот с санями хата. Это моя, ну как бы, личная. Это пруд там. Вот это в направлении яхты. А мне надо вот куда-то в это направление, чтобы в пещеру с эквалангом залезть. Там ещё вроде как... Не, ну они там были, но я ж их пособирала всех, пассажиров. А, блин, оно ж тут не отобразится. Ну, как вариант, ещё та пещера, в которой это Вирджиния сидела. Ну, типа, в которой топор металлический лежит. Ну, кстати, это говно же можно теперь собирать. Где мешок? Мешок, мешок. Да, только вопрос. Как стать так, чтобы их можно было собрать? Ядовитых мне пока хватает. Так, чё там вот дальше? Переносимые вами брёвна будут падать на землю, когда вы присядете на скамейку. Увеличена высота всех деревьев. Ну да, есть такое дело. Интересно, а с них со всех падает теперь по пять брёвен? Или только с некоторых? Наверное, со всех. Ну, здорово, чё. Новый пункт в настройках. Дополнительные значки. Новый пункт в настройках. Так, где тут русский язык? Что ещё за дополнительные значки? Не испанский, блин, с французским, а русский где? Так, русский. Дополнительные значки. Где искать этот пункт? Наверное, в графике. Нет. Так, это дальние тени. Местность. Океан, анимация. Глубина, цвет. Где они? Так, это графика. В геймплее. Тут нифига нет. Настройка управления. Глубина. Мы получились на ритм. Я голосовал. Перед, геймплее. ... ... ... Не знаю я, короче, где искать эти дополнительные значки. Вроде всё пересмотрела, чё-то не видно. Новый пункт в настройках, в скобочках, дополнительные значки. Где? Хоть бы написали где. Ещё как идиот, ладно. Голодно что-то, найдите что-нибудь поесть. Почему голодно? На же и рыбу, и заткнись, нахрен. Так, релиз намечен на конец апреля, бла-бла-бла. Планы на релиз. Будут улучшены языки, официальная поддержка геймпада, переосмысленная система температуры, тепла и холода, новый тёплый костюм, новые настройки, новые постройки, улучшение оптимизации кооператива, выбор одежды в кооперативе. То есть, всё-таки не зря они добавляли всякие эти толстовки и фиговки. Я так и знала, что раз они добавляют такое количество одежды, то явно можно будет выбирать, во что одеть персонажа. Ну, хорошо, кастомизация персонажа, в принципе, тоже неплохо. Чё там ещё было? Ближе к релизу мы сообщим подробности о режиме VR. Я думаю, если на кого-то в VR напрыгнет эта скотина под названием Апориген, он обосрётся от ужаса. Причём это без шуток. Потому что они иногда могут подходить, сука, совсем не слышно. Особенно если ты ещё нашёл плеер, врубил его и стоишься и тихонько рубишь дерево. Так поворачиваешься, у тебя рожа вот эта вот прям перед лицом. Да чё, какая инфаркт хватит. Так, у нас есть некоторые действительно сумасшедшие забавные сюрпризы, особенно по поводу финала игры. Чтобы воплотить всё это, нам нужно лишь сосредоточиться на игре. Поэтому мы отказались от маленьких патчей. Короче, ближайший патч они даже не написали в настройках игры, когда он будет. Так что я тут даже ничего не могу сказать по поводу того, когда следующее обновление. Я, конечно, понимаю, что они хотят как лучше, чтобы там фигни не выпускать, а сделать сразу большое обновление, там красивые все дела. Но, блин, ребята, ваша игра уже, собственно, очень давно на просторах интернета. И т.д. И вам вот не кажется, что они тупо банально за то время, пока не будет патчей, забудут, нахрен. Они уже, как бы, народ, ну, забыл, не забыл. Ну, короче, по сути, начал её уже игнорировать как таковую. А тут вы вообще хотите на неё, по сути, какую-то забить. Хотя бы понемножку что-то выпускали. А то ж прямо обидно. Ладно, раз уж у них игра доползла до релиза ещё и такого, типа, большого, ещё и на PlayStation, ещё и с поддержкой VR, они хотят её сделать. То, может, даже и что-то интересное там, походу, будет. Так что, в принципе, вот, собственно, все обновления. По крайней мере, на пока. А так, конец апреля. Может быть, они немножко раньше что-то выпустят, что им надо будет потестить, чёрт-то знает. Ну, и, собственно, всё. В книге я что-то не нашла новых построек. По крайней мере, тут, ну, ничего такого нового нет. Ещё они убрали старые, типа, варианты клеток для кроликов и ещё чего-то там старое. Вот, новых построек я тут что-то не вижу. По крайней мере, не наблюдается. Вроде всё по старинке. Вот, русский язык как был убога, так и выглядит убога. Причём, по-моему, ещё хуже стало, чем было. Просто капец. Даже не знаю, что сказать честно. Вот, ну, собственно, на этом и всё обновление. Собственно, всем пока.